Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это история о том, как простым парням удалось в один день проснуться знаменитыми Их песни настолько романтичны, что Амур хватается за сердце А поклонницы настолько неистовы, что охрана не перестает уплотняться в рядах Яркие, талантливые, сексуальные Они самый взрывной бойбенд России Планируется ли пополнение состава группы? Какие секреты хранят Никита, Тёма и Толя? И каких девушек предпочитают эти джентльмены? Группа M-Band Сегодня в звёздном допросе Добро пожаловать ещё раз Сегодня у нас революционное нововведение Свои вопросы ваши фанаты могут задать в том числе и через соцсеть, через нашу группу ВКонтакте Мои редакторы потратили где-то примерно, ну, двое-трое суток, не спав, для того, чтобы разобрать все ваши вопросы Ну, кстати, ну, скажите хоть что-нибудь Ну, это круто, просто я сейчас слушаю и наслаждаюсь тем, что уже не в первый раз А как будто мы этого не знали Уже не в первый раз мы однажды побили на Муз-ТВ рекорды по вопросам Было сколько? 150 тысяч вопросов за эфир, за видеочат Короче, радует, что эта тенденция не падает Одним словом, сегодня есть шанс побить все рекорды ещё раз Мы в прямом эфире и у вас есть шанс Если вы поспешите, то зайдите на страницу в нашу группу ВКонтакте Оставьте свой вопрос и, возможно, мы успеем, ребята успеют ответить именно на ваш вопрос Ну, а у меня сейчас вот к вам вот что Самым популярным и часто встречающимся вопросом среди всех присланных является, наверное, тот, на который вы отвечали, может быть, миллион, может быть, несколько миллионов раз Я сейчас предлагаю ответить на него не только словами, но и действиями Но перед этим вот к вам, так, пронизывающее копьёк Как вы думаете, что же это за вопрос? Про любовь, наверное, что-то Если у нас, девушка, есть номер один Да, я думаю, что не устали ли петь песню, она вернётся Так, это вы сейчас свои какие-то комплексы Окей, два, три, точнее Какой клип? Когда новый клип? Неужели? Просто обычно, когда мы выпускаем новый клип, настоящий детский Настоящий детский А это новый клип? Никто не попал, больше всех был мистер Пиндюра Вопрос касается, и звучит следующим образом, если аккумулировать всё Идеальная девушка, как она должна выглядеть, чтобы понравиться группе M-Band? Ну что, неужели вы ни разу не слышали этот вопрос? Я, в принципе, так и думал, просто Тёма уже сказал, надо было придумать свой вариант, я и придумал Не, ну у нас всё стандартно, у нас две руки, две ноги Да, но... Волосы, желательно А в целом, как бы, не знаю, очень сложно Безволосненько Ладно, друзья, я предлагаю сейчас провести эксперимент Хватит пустых слов, переходим к действию А будьте добры, реквизит небольшой Это я пока подвину, нам это не нужно Мне уже нравится её лицо Лицо у неё великолепно Лицо уже хорошо Тут что-то как-то здесь немножечко посинело Долго ваш залаз замёрзло Стойте, стойте Значит, я рассказываю о условиях Вот здесь на столе представлен огромный выбор И причесок, и глаз, и формы носа И бровей, ушей, чего тут ещё Губы и так далее Выбирайте, поехали Давайте, подожди, распределимся Давайте, что берём Вопрос к Андрею Вот это Катя Лель Катя Лель, ну, возможно, это она Нет, давайте сразу определимся Мне кажется, это Дональд Трамп просто посидел Потому что, если мне достанутся глаза, я буду брать вон те азиатские Давайте сразу поймём В общем, можно я нос выберу? Все девчонки, все бандитки, фанатки примкнули к экранам Ты уверен, что ты хочешь поставить это сюда? Ну, если вот так, разве что Окей, давайте, время пошло У вас на всё про всё ровно минута Поехали Поехали, поехали Клей, вот тут он уже есть Человек, поэтому, да, да, да Вот, вот, эти волосы Ладно, я шучу Так, глаза, нос Ага, волосы Вот это вот Всего начали Начали с глаз Внимание, всем обратите внимание Что приоритет у ребят это глаз Потом нос Вот такая форма носа Поехали дальше Такая Вот такая Вот глазки Чего-то не хватает или всё есть? Скажите мне Всё что ли? Не, не, не Наверное, губы с дубами Улыбка, давайте Форма губ Кому-ка попухлее, побольше Стой, подожди Так Мне нравится, что в коллективе идёт Борьба в этот момент Вообще, я думаю, знаешь И сражение Нос должен быть вот такой Кто-то сейчас полетонит Нормальный такой Серьёзно Что это ожерелье? Это бородавый Свои странные фантазии Сейчас начинают ребята проявлять Это тайская девушка Девушка из Таиланда Если убрать эту бороду То это почти Аня Седокова Начиналась Начиналась Вы это не говорите Да, потому что Так, дайте посмотреть На это Сторон Слушайте, и на Ксению Собчак Немножечко похоже Вы не поверите Я не знаю чем Но очень Я думаю, прекрасная Таиландская девушка появилась Но потом Самое забавное Подожди В этой девушке знаешь Что? И всё-всё-всё А, вот так И она сразу красивая Слушайте, дайте я снова отойду Я просто пластический хирург Быстро Потрясающе Итак, девчонки Если в этой девушке Вы узнали себя У вас есть все-все-все шансы Стать идеальной для группы M-Band Присаживайтесь Мы в данный момент Переходим к тому, что Я коротко напомню Музыка, фанаты, слухи и блиц Четыре категории У нас ничего не поменялось Мы заводим свою Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын Адскую машину И начинаем задавать вопросы Поехали И первый вопрос Не прошло и двух лет Как у вас готов альбом С чем я вас и поздравляю Спасибо И Алина Данилина интересуется Сколько будет песен В вашем дебютном альбоме Сколько новых будет песен И какая из них вам наиболее дорога Ну, песен у нас будет в альбоме У нас три варианта Либо 13, либо 14, либо 15 Вот, я хотел, чтобы ребят поддержали Потому что еще и сами никто не знает Никто не знает Просто Никита хочет, чтобы было 15 А Тему, чтобы 14 Я, чтобы 13 Костя говорит, будет 10 и все Вот, и мы пока решаем По поводу любимой песни Правда, трудно определиться Потому что, ну, каждую песню Мы что-то такое особенно чувствуем В любом случае В этом альбоме будет По синглу от каждого из нас То есть, который написали мы О, даже Нет, а, написали или сольно? Написали Нет, то есть написали Нет, нет, нет Исполняем мы всю месень То есть, есть несколько песен Которые мы, да И, конечно же, самые хиты От нашего продюсера Альбом уже, как бы, отправлен в печать Он уже практически готов Ну, то есть, аналоговый вариант его Чтобы можно было там поддержать Вот это вот Вот это древность из 20 века Да, да, да Макдиск, да? Вот, мы уже прям ждем 22 ноября, чтобы в батарейне Представить наш первый альбом Очень долгожданный И вас, кстати, приглашаем Приходите Обязательно Приглашаем вас И, конечно же, всех зрителей Телеканала МСТВ Приходите 22 ноября К нам на концерт Спасибо большое Ждем Эту дату уже обвели красным И движемся дальше Катя Сотникова Какая нота у вас любимая? Нота? Угу Ну как? Я не знаю, почему Но, наверное, самая любимая нота у меня ля Ля? Да, это странно Вообще, такого не может быть Какая... Ну, это странный вопрос Можешь я сейчас затянуть? Боюсь не угадать, но... Ну, в общем-то, дело моя бабушка Ничего так У бабушки твоей хороший вкус Артем? У меня нет какой-то одной любимой ноты Я, кстати, это самый уникальный вопрос за два года Это вы задавали, правда Нет Самая любимая нота? Нет? Ну и Никит? Я не скажу, какая у меня любимая нота Но могу рассказать про историю Связанную с ребятами Как-то на гастролях Когда у нас уже был город восьмой или девятый Да, да, да Ну, сами понимаете Состояние уже такое, что ты ничего не воспринимаешь Мозг тормозит И ребята решили надо мной пошутить Сказали, что отменили седьмую ноту Седьмую ноту Да Опа То есть теперь шесть нот Я заключил на минуту Музыку Теперь придется И какую отменили Он расстроился Я не знаю У этих спросителей Да, он расстроился И сидел, думал Как теперь петь Или сочинять музыку без одной ноты Вообще, Никитоз часто ведется на такие штуки Как-то раз мы ему сказали Что вот это вот движение с микрофоном Запасентировал Кобзон И, конечно, никто не может так держать микрофон Другие истории жизни группы M-Band И, прежде всего, ваши вопросы Сразу после короткой рекламы Мы вернулись Это прямой эфир Сегодня в гостях Звездного допроса группы M-Band У вас есть возможность Успеть задать свой вопрос В нашей группе ВКонтакте Паути оригинальнее, пожалуйста Ну, движемся дальше Мы все еще в рамках категории музыка Да? Класс Да Софья Бехтерева Как вы переживаете волнение Перед выходом на сцену? И переживаете ли? Кстати, вот недавно Прям мы все втроем словили себя на мысли Что мы так давно очень не переживали Дело в том, что Семь недавно мы сняли акустический концерт Так То есть там совершенно другое звучание И вот перед этим концертом Все втроем мы просто нереально нервничали И вот волновались И, наверное, раскачались только песни третьей Наверное В целом был другой концепт Другой формат Необычный и непривычный для нас И перед выходом мы его очень мандражировали Потому что все было волнительно Все как в первый раз Но прошло все очень хорошо Но это исключение То есть сейчас вы уже не волнуетесь? Волнение артиста Это абсолютно нормальное чувство Волнение это нормально, да И оно постоянное Мне-то не рассказывать, я понимаю Это вот тем, кто задает эти вопросы А как вы справляетесь? Не знаю, я прыгаю постоянно Перед тем, как выйти на сцену Прям выпрыгиваюсь Потому что адреналин выходит все-таки Когда ты занимаешься нагрузкой Выходит, выпрыгиваюсь И потом уже вылетаю на сцену И все как-то уходит Все остается там Марина Турина Вы уже думали, что будете делать Когда время действия вашего контракта С Константином Милазовым Подойдет к концу Ну мы уже заготавливаем каток Точим коньки Будем кататься Заниматься фигурным катанием Не, на самом деле мы будем петь Ну и что мы будем еще делать? Мы больше ничего в жизни не умеем Кроме того, что создавать У тебя еще в кривое зеркало Не знаю, нас честно Такие мысли вообще никогда не посещают Потому что вот сколько мы уже работаем С Константином Ну ни разу как-то даже не было Такого ощущения, что мы связаны Каким-то контрактом Правда, настолько комфортно работает То есть вы не заглядываете так далеко в будущее? Ну нет, естественно, что у каждого из нас Есть какие-то мечты на будущее Планы Я там хочу ресторан свой открыть Интересненько Да Но это абсолютно уже такое Очень-очень далекое будущее Но все равно Вот Таня Сергеева-Пасадов Тема задает вопрос Какие сверхцели и задачи Ставит себе группа М-Бэнд Прошло, допустим, 20 лет Вот на дворе 2036 год Тогда нам надо уже сесть по другое Через 20 лет первое, что хочется выглядеть Скинь, через 20 лет ты не сможешь так сидеть Вот так будет Хочется получше выглядеть, чем мы себе представляем Я буду вот так сидеть, как Будда гладит живот свой Ну что, Артем Викторович, как твои дела спустя 20 лет? И только Никита будет вот так выглядеть И только Никита будет такой же Он как школу закончил И через 20 лет как раз будет столько же, сколько нам сейчас Это будет группа Иванушки Интернешнл, условно говоря Или, допустим, Энсинг, где Джастин Тимберлейк ушел в сольную карьеру Другие тоже чем-то занимаются Да, сейчас все напряглись Да, сейчас кто же Джастин Кто же из нас Джастин Но, на самом деле, мы пока об этом не думали Естественно, наверное, каждый из нас, как личность, хочет самореализоваться И в будущем мы надеемся, что мы также будем существовать и работать вместе с Костей Меладзе И будем успешными артистами Не важно, раздельно, как сольные артисты, либо как группа Посмотрим, хочется писать музыку, творить Да Продвигать российский рынок куда-нибудь на запад Чтобы он был такой вездесущий Чтобы русский язык, русская музыка, русская речь, она была То есть билборд метим Билборд метим, конечно Все, и это главное У нас следующая категория вопросов Она носит название «Слухи» Поехали Слухи Мне надо выговорить название Не название, а имя Название группы ЭОЛАЛИЯ СОЛЛАР ЦОЙ, тебе поступает... Я не удивлен, что вопрос мне ЦОЙ, тебе поступают непристойные предложения от своих поклонниц Хочется ли тебе, чтобы вашими поклонницами были красивые, высокие девушки с пятым размером груди, а не прыщавые школьницы? Ха-ха, какой кайферный вопрос Много разных таких предложений, на которые я вообще не обращаю внимания Знаете, я обнимаю больше всего, что непристойные предложения только только поступают Это правда? А мы, блин, сидим Нет, это правда? Нет, не Тёме скажем Нет, нет, ничего не поступает У меня все в правках приличия Мам, привет! Ну что, я говорю правду Просто я говорю правду Я же не клюю на это Я же не рыба Вот, ну, в общем, просто Просто реально По поводу большой груди, нет Не люблю большую груди Опа! Да, пятый размер груди Вот это откровение сейчас Ну, пятый размер груди Это голова Я не знаю, ну Мне кажется, что... А как вот это? Чем больше, тем лучше? Нет? Я как французы Вот французы любят Аккуратную, красивую грудь Вот для меня... Ну, ты реально француз Видно же, француз Особенно... Как тебя зовут? Пьерцой Пьерцой Геляна Манджиева Что для вас важнее, любовь или богатство? Ну, богатство можно же расшифровывать по-разному Для кого-то богатство – это целое состояние денег А для кого-то богатство – это иметь большую здоровую семью Там и так далее То есть это такой сложный вопрос Скорее, любовь – это и есть богатство Любовь – это и есть богатство А если у твоей любви есть богатство, то есть... Так что, в принципе... Твояльфонс Твояльфонс, да Валерия Симоньян Если вся наша жизнь – это кино, то как бы вы назвали этот фильм? С любовью, бандит, кажется Прекрасно Все, вот так Дурдом Операция М Смотря какой жанр Да, да, да Ну, комедия, какой еще жанр? Либо ужас, либо комедия У нас два варианта Заметьте, я до сих пор не задал вопрос Про то, кто из вас встречается с Нюшей Как-то ответим на него или нет? А, это же слухи, Тоня. Да, ответим, это же слухи. Ну, в общем, мы с ней встречаемся достаточно часто. Но на концертах. Да, очень много у нас пересекается. Оп, фоточка, смотри. Оп, типа, все у нас подготовлено, смотрите, как быстренько. И сразу, да, как... То есть за рамки гримерок и съемочных площадок ваши отношения никуда не вытекает. Нет, ну, мы друзья, мы дружим, мы встречаемся и в неформальной обстановке просто общаемся, но ничего больше. Ну и чудесненько. У нас следующая категория вопросов. Фанаты, и она самая обширная. Поехали. Полина Грибушина первая на очереди. Это, наверное, будут самые странные вопросы. Она сама себя вот таким образом... Она обозначила. Почему у вас на сцене падают джинсы или штаны? Первое. Второе. Почему у вас во время концерта на сцене или перед началом происходит что-то очень странное и неизвестное? То у Тёмы упал... А, то Тёма упал на сцене во время концерта, то ещё что-то случилось. Почему? Как это всё происходит? Не, просто вот сцена группы М-Бэнд, это очень непонятная вообще... Какая-то... Шаткая конструкция. Шаткая конструкция, аномальная зона какая-то, когда все эти вещи происходят, и даже больше. Мы... Не находите объяснений. А у нас просто открываемся, да. Очень много экспромта, и иногда этот экспромт выходит за рамки того, что мы себе там надумали. Где он выходит всегда? Он начинается с того, что мы выходим за рамки. Ну как я упал? Тут всё просто. Мы сначала разливаем воду по всей сцене, а потом танцуем. А потом кто-то на ней прыгает, и понятно, что рано или поздно кто-то должен был упасть. Правда, на наших концертах есть возможность попеть у каждого, потому что мы ближе к концу уже программы, когда мы уже отстрелялись. Мы отдаём микрофоны в зал. Отдаём микрофон в зал. И, в общем, у нас как караоке. Щедрость. Организаторы, кстати, обижаются. У нас всегда раздражают микрофоны. Потому что микрофоны потом не найдёшь. Поля Щербакова, следующее. Бывало такое, когда вас раздражало поведение фанатов? Если да, то опишите такой случай. Конечно, очень раздражает, когда фанаты матерятся. Это прям меня выводит. Была одна такая ситуация. Помню, что мы выходили из Олимпийского, где-то выступали, я уже не помню, ну там на каком мероприятии. И выходили, и просто Никита целенаправленно шёл в машину, и там одна девочка ему кричала «Никита, Никита!» Он её просто не услышал, сел в машину, и она его тупо послала на. И я её прям там отчитал. Я по губам не смог прочитать, куда я его послала. Ну ты вот, знаешь, на лабутенах и вот в этих вот штанах. Я понял. И каково тебе было там вот туда, куда тебя отправили? Я не услышал, мне тебя рассказал. Я сейчас скажу первый раз, слышу. Дело в том, что ни для кого не секрет, что вся наша вот банда — это вот девочки. «Девочки!» Вот, покажите девочек. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, вот они. Среди них нет мальчиков, и иногда они как раз-таки тоже... «Девочки среди девочек?» Чего? Какие-то они сегодня через черт цепи оказываются. Да, они у нас стройные. Сегодня мы это были самых просто воспитанных. Вдогонка провокационный вопрос ещё от одной из бандиток. Представьте, вы стоите, вокруг вас много девчонок, вот приблизительно, как вот мы только что показали ваших поклонниц. И вот к вам подбегает одна из них, обнимает вас и резко целует прямо в губы. Вот прям так, знаете, нежданчиком. Целует и сразу убегает. Была такая ситуация. Какова будет ваша реакция, что вы будете делать и как отреагируете? Нет, у меня не было. У меня была такая ситуация в Беларуси, но я протормозил жёстко, я не успел вообще не отреагировать. Я просто стал такой, типа, я не ожидал вообще, как... Там просто такая была, которая на скаку коня, а что... С тем самым размером груди, который не любит господинца. У меня, честно говоря, тоже было во первости. Мы выступали на каком-то сборном концерте, и, сами понимаете, в гримерке такой постоянный стрим, заходят, выходят люди, и вижу, как зашли две девчонки в гримерку. И? Я объясняю, это ещё был в самом начале группы. И говорят мне, Никита, Никита, закрой глаза. Ну, я как бы не растерялся, закрыл. И меня прям поцеловали нормально. А ребята-то, оказывается, у нас уже бывалые парни. Едем дальше, ускоряемся, мало времени осталось в эфире. Вопрос звучит следующим образом. Какая песня вызывает у вас чувство эйфории? Таня Бе спрашивает. Вообще, на самом деле, мы прям такие меломаны. Мы слушаем очень много музыки разной. И от многой музыки у меня прям мурашки похожи. И вот основная сейчас, номер один. Последний... Не знаю, вот последняя песня, как называется, Бруно Марса? «Pony Focke Magic». Да. Вот это странное название. Я скачал недавно себе альбом группы «Oh Wonder». «Oh Wonder» называется оно, если так. По-русски. Очень классный альбом, он лаунж. То есть я обычно прихожу дома очень уставший, очень злой. И сажусь на свой диван, включаю этот альбом. И испытываю реально настоящее чувство эйфории, я расслабляюсь. Какой изысканный вкус, оказывается, у парней. И Артём? Ну, у меня разные песни вызывают такие эмоции. Порой... Самая? Не знаю. Вот последнее, что я услышал, это... Помните, есть такая песня «Забери солнце с собой». Я не знаю, кто это исполняет. Но я объясню. Я объясню. В общем, мне эта песня нравится тем, что я поехал в 2006 году вместе со своей девушкой отдыхать на юг. И она там играла просто, ну вот, круглосуточно, и всё. И у меня эта песня вызывает только хорошие и добрые эмоции. Единственное, что я могу добавить, что у ваших поклонниц, у бандиток, эйфорию вызывают ваши песни. Мы сейчас посмотрим одну из них, чтобы прерваться и снова вернуться. У нас мало времени, не уходите далеко. Ильна, она вернётся, тарат, вот, ага, прекрасно. Не надо даже ничего добавлять, из песни слов не выкинешь. Но я предлагаю маленький, короткий художественно-терапевтический эксперимент. А всё-таки попытаемся выкинуть из той каких ваших песен слово, а вы быстро его заменяете. Вот прям быстро, прям в районе блица. Она вернётся, она вернётся, она мне ночью заменяет... Пиццу. Прекрасно. Она услышит, она заплачет, и я надену ей... На пальчник. Батанчик, что? На пальчник. Что? Дай пять. Один мой друг мне дал... Пакет. Пакет. Поищи... 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 В нём... Поищи с собой в ней. Я не знаю смысл. Смысл в пакете. Поищи в нём грушу. Я не вижу выхода из... Ада. Этого круга у вас ада. Я понял, всё. Бесполезно, но интересно. Было бы больше времени, продолжили бы. Сейчас настал момент нам озвучить вопрос, который во время программы поступил в нашей группе ВКонтакте. Я предлагаю вот этот. Софья Наговицына. Если бы вы были пирожком, то с какой начинкой? С капустой. Потому что капуста рулит. Ну я, походу, там с таким-то картошка-грибы. Мясо такое. Картошка-грибы. Мясо. Славит Лом. Я понимал, он был честью Слава Лимон. Софья, вы получили ответ на свой вопрос. И в качестве, ну, маленького такого презента мы вручаем вам вот ничто иное, как вот этот удивительный, восхитительный, потрясающий плед. Ребятка, укройтесь, потом она будет долго не снимать это ниоткуда. Вы пока укрывайтесь, пусть это побольше докоснется до вас, пропитается вашей энергией. У нас заключительная категория вопросов. Быстро. Блиц, поехали. Прям очень быстро. Кто из вас самый красивый? Никита. От какого слова девушка может растаять? Никита. Существует ли женская логика? Никита. Теперь все, до Никиты. Когда вы в последний раз плакали? Вчера. Почему? Что тебя заставило тут делать? Я бегал после того, как ел. О чем вы не любите говорить в интервью? О личной жизни. Да. Никит? О Никите. Парап, парап, парап. Заметьте... Я не люблю говорить о крабах, вот принципиально. О крабах и о личной жизни. Сегодня не было ни одного слова, и я считаю, что интервью удалось. Спасибо огромное. Спасибо. Это была группа МБЭ. Спасибо. К сожалению, так мало, но хорошего всегда должно быть понемножку. Спасибо, ребята, огромное. Пока. Спасибо. А сейчас ребята отправляются, уже отправляются на сцену партийной зоны. А партийная зона у нас... Прошу. Выход там. А партийная зона у нас сегодня очень... Оставьте, пожалуйста, плед для Софии. Очень непростая у нас сегодня партийная зона, потому что она носит такой особенный характер. Делайте погромче или приезжайте прямо сюда сейчас в Вегас, у вас есть возможность увидеть все своими глазами. Пока.